добрый день дорогие друзья в эфире программа 18 недель до фестиваля в которой мы обсуждаем фестиваль джаз на байкале не только фестиваль но большое творческое движение в которой он превратился за эти годы и сегодня мы будем разговаривать о том как проходил пятый фестиваль джаз на байкале и у меня в гостях пиар-директор фестиваля анна аганисян добрый день да и музыкант представьтесь пожалуйста добрый день меня зовут никита я пианист да я очень хотела чтобы представились сами чтобы услышать ваш голос и так анна расскажите пожалуйста как проходил фестиваль что было интересного кстати сказать дорогие друзья вот на нашей плазме вы можете видеть и афиши фестиваля и фотографии музыкантов вот я смотрю и вижу то есть совершенно потрясающие имена которые у нас были здесь концерты которых людей которые у нас были здесь в иркутске и так анна повторяю свой вопрос что же было интересного и привлекательного в пятом фестивале ну начнем с того что пятый фестиваль пятерочка это маленький юбилей и естественно хотелось уже организатором фестиваля александру филиппову и его команде говорю сразу что александр в небольшом отпуске но он же тоже должен иногда отдыхать поэтому я сегодня за него и в общем 2010 году был первый юбилей пятерочка и в этом году фестиваль джаз на байкале он расширил свои календарные рамки на целый год то есть фестивальное движение уже не просто ассоциировалась с недельной недели фестиваля каким-то маленьким вот сроком да это было был большой календарь событий в котором были очень разные очень яркие события представители действительно музыкальной индустрии которые ни с кем не сравнимы вот не но катамадзе который сейчас на экране появилась да это совершенно уникальная артистка которую именно команда филиппова открыла городу иркутску потому что это и и совершенно уникальная манера исполнения птичий язык которым она пользовалась иногда в своих песнях при том что она грузинка и у нее еще вот была такая она и сейчас есть в ее исполнении такая этника совершенно уникальная и это это был джаз на байкале 2010 года да вот я смотрю даты разные до концерта пожалуйста 27 мая там было 17 февраля то есть это вот такой прямо во в течение года были зимы и до осени поздней до проходили различные мероприятия и это было всегда была такая супер цель на самом деле у организаторов чтобы фестиваль он был круглогодичный то есть фестиваль если естественно у него была кульминация это вот те самые одни когда проходит конкурс когда приезжают звезды когда есть награждение когда гала-концерт это вот он конечно же был самого начала и он остается по сей день этот вот костяк до центр и кульминация но при этом есть еще календарь событий которые начинают начинается снать в начале года и вот на протяжении всего года радует иркутян гостей города никита у меня вопрос к вам я так понимаю судя по вашему возрасту что в этом далеком 2010 да все верно году вы собственно только начинали свою музыкальную деятельность расскажите вот как засматривались на фестиваль знали уже об этом или может быть про джаз да я собственно только начал учиться в музыкальной школе может там какой-то год-два и так как у меня родители каким-то образом увлекались джазом знали доктор час слушали их вот познакомили меня с ними я увидел какие-то афиши каких-то интересных музыкантов то есть это настоящие джазмены которые музыкальной школе может не так ярко рассматриваются но мне уже тогда было интересно посмотреть на столь великих людей которые увлекаются таким жанром музыки а вот сейчас я так понимаю вы уже в команде да вы уже играете джаз ну скажите кому бы хотелось не знаю может быть подражать или может быть это не очень верное слово вот кто ваши скажем так флагманы для вас ну я бы наверное сказал что с детства у меня почему-то вот в голове всегда всплывает армстронг его этот низкий голос прекрасный вообще волшебный всегда хотелось чтобы был такой же голос но к сожалению мне не повезло я ушел в клавиши играть на пианино вы нам сегодня сыграть и конечно совершенно случайно у нас оказался инструмент студии сейчас да мы послушаем никиту да она что-то хотели добавить да я хотела добавить в как раз в блоке до том что блоки о конкурсе о том что а пианистах да вот был такой замечательный пианист григорий файн он вернее был в программе того 2010 года и очень важный момент который да обязательно нужно упомянуть это то что в 2010 году на джаз на байкале впервые приехал игорь мхалч бутман человек который стал добрым другом дальнейшему патроном конкурса молодежного джазового джаз на байкале и в этот собственно случилось в юбилейный пятый фестиваль в 2010 году да действительно игорь бутман такое наверное даже люди далекие от джаза это имя точно знают итак друзья небольшой сюрприз для наших зрителей и слушателей у нас в студии никита левартовский джазовый музыкант и и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы прощаемся с вами. Напомню, что в студии у нас была пиар-директор фестиваля «Джаз» на Байкале Анна Ганесян, пианист Никита Левартовский и я, журналист Наталья Мельникова. О том, как проходили следующие фестивали, поговорим в следующих выпусках. Всего доброго! До свидания!